Квест Коргалома Декстеру нам необходимо его сдать Чтобы он замолвил за нас слово перед Диего Сейчас у нас возможно будет проблема В этой игре есть такая особенность Как отсутствие карт То есть карты здесь интерактивной нет Как в большинстве современных РПГшек Где вы с самого начала ее включаете Вы знаете куда вам идти Все прекрасно Все просто супер А здесь Если бумажной карты у вас с собой нет То ориентироваться вы можете только по памяти Если не знаете вообще куда идти То придется плутать и блуждать Пока вы не наткнетесь на это место И к тому же я не помню Есть ли здесь спаун мобов или нет То есть если вы локацию расчищаете Появляются ли они там снова или не появляются Этого я сейчас тоже не помню Походу дело хочу разобраться С этими двумя падальщиками Чтобы получить дополнительный опыт мясца С мухами разбираться не буду Они слишком сильны для меня пока что Судьях там две А вот с падальщиками запросто Ты что иди давай Что ты там все кукарекаешь Ну Давай Стоп и второй сразу Такует сходу Замечательно Опыт получил Мясо получил Вот на муху бы не нарваться Она тут очень близко Баранжирует Все-все-все-все Выходим Вот И по-моему Этого дастя Так Здесь у нас перед нами ящерица И по-моему Этого дастя придется Привезти обратно в болотный лагерь То есть помочь ему добраться И нам придется сгонять сюда еще раз Если мне не изменяет память Да не шипите вы за моей спиной Меня здесь нет Вас здесь нет Все хорошо Я просто прогуливаюсь Случайно мне вас пробежал Я вам не угрожаю Зачем на меня нападать По-моему мы проходили вот здесь вот слева То есть здесь есть дорога через лес Но через лес мы не пойдем Так как в лесу полно Страшных существ С которыми нам лучше не встречаться Если я ошибся И Дорога ведет Не в старый лагерь Обходная Значит придется обходить справа А не слева Но по-моему все-таки мы здесь проходили Не знаю куда ведет этот мост Через мост мы не переходили Это точно Кстати если упасть вот в эту реку Горную Течение здесь очень быстрое И вас дотащит до водопада Вряд ли вы сможете справиться с течением И выбраться А если сбросят Вниз Разобьетесь Такие дела В лес лучше без должного скилла И обмундирования Снаряжения не входить Закончится это весьма Плачевно Это я еще помню Когда я играл 14 лет назад Такие вот простые истины В общем план на эту серию таков Сейчас сдаем квесты Проводим Дасти до болотного лагеря Если это действительно потребуется Ну и потом вернемся В старый лагерь И найдем Мордорга Прогуляемся до Нового Сходим в новый лагерь Пообщаемся там немного с людьми Ну и будем завершать Это такой небольшой Мой план На этот эпизод На это прохождение Именно в этой серии Вот он старый лагерь В принципе мы не ошиблись Именно здесь и надо было проходить Не через лес Повторяю себя в обход Потому что я не помню Что мы с идолом Братства проходили Через лес Да в лесу бы нас и загрызли там обоих Я думаю Так здесь у нас Серафис Соберем Привет ребята Рад вас видеть Наконец-то хоть кто-то Не сошедший с ума Не верящий в спящего Скорее всего Не знаю даже кто это такой Вот он Пока меня не впутали Мордорг Может быть С ним мы пообщаемся уже позже Даем квесты Не хотели бы я Это было не слишком много И вот он Декстер Ему нужно отдать рецепт кургалома Почему это случается Снова и снова Я добыл рецепт Очень хорошо Покажи мне его Отлично Теперь я сам смогу готовить этот эликсир Ты хороший парень Диаго будет знать об этом Вот Возьми Это тебе за услуги Спасибо А что он нам дал Интересно По всей видимости Руду У нас 308 Кусков руды Но плюс еще Есть сталь Необработанная Которую мы можем Использовать в качестве Сырья для мечей А потом их Продать За половину стоимости И вот Где-то здесь Был Дасти Вот он сидит Привет, Дасти Твой друг Мелвин Передавал тебе Привет из болотного лагеря Все у него хорошо Пошли Со мной Если пойдешь, конечно Я был В лагере сектантов И видел там Мелвина Да? И что он говорит? Кажется Работать там Ему нравится Намного больше Чем получать Тычки От стражников Здесь Эй, парень Он что думает Он один такой умный? Я тоже туда пойду Но мне же Не выбраться Из лагеря Правда? Почему? Похоже Я слишком много Болтал Стражники знают Что я хочу Удрать отсюда Для того Чтобы подкупить их Мне нужно Как минимум Сто кусков Руды Сто кусков Руды Да ты что Издеваешься? Мне чтобы тебя То есть Вывести из лагеря Придется еще За тебя платить А учитывая то Что я не собираюсь Вступать к этим Сектантам Ты мне в принципе И нафиг не нужен Ну ладно Это будет дополнительный Как бы Квест За который мы Получим опыт Считай что мы Купим опыт За сто кусков Руды А что если Я дам тебе Эти сто кусков Правда? Ну почему? Ну скажем Ты не единственный Из тех Кто хочет Побродить По лагерю Сектантов То есть Ты хочешь Пойти со мной Да? Я пойду С тобой В лагерь Сектантов Ну это же здорово Дружище Я готов Мы можем Отправиться Когда захочешь Но не забудь Нам нужно Сто кусков Руды Для стражников Я готов Пошли Ладно Пойдем К южным воротам Стражники Возле северных Совсем Не берут взяток И рудой Наверное Тоже стоит Заниматься тебе Я в таких делах Не мостак Ладно Идем Пошли Двести пятьдесят Опыта За сто кусков Руды В принципе Довольно-таки Живно Вот нас Вот этот Идол Парвис Провожал К болотному Лагерю В прошлый раз Но теперь Мы знаем Как добраться Думаю Что доберемся Главное Чтобы Дальфи Не ввязывался Ни с кем Сейчас Сражение Или Драку Иначе Сдохнет И квест Мы Не сможем Выполнить Я сомневаюсь Что он там делает Лучше Ни во что Не ввязываться Скорячат Больше Это дерьмовое Вообще По-моему Застрял Смотри Что он делает Ты не должен Верить Всему Ты должен Следить За тем Что не вовер В этой истории Выли Время Когда Все было По-другому Если ты Прыгнул А у нас Что-то такое Происходит Может быть У нас Происходят Баги Ребята Я это не делал Я жал Вперед А персонаж У меня прыгал После того Как он Залип Там На домах В общем Короче Вот как Дасть Перемещается За нами Видите Это будет Непросто Доставить Его до Лагеря Стой Куда это Ты собрался С нашим другом Да ваш друг Он там прыгает По крышам Как человек-паук Мы Просто пошли Прогуляться Возьми сотню И забудь об этом Я ничего Не видел Деньги Решают Многие проблемы Практически Все В мире Готики Да и в современном Мире тоже Он выбрался Там или нет Да он выбрался Такие вот Баги В скриптах Ну в принципе Для игры 14 летней давности Это не Проблема Это была Первая часть Первый опыт Можно сказать В 3D RPG Такие вот Мелкие накладки Можно простить Гланшпант Дороги не потерялся Иначе Где мы его здесь Будем искать Периодически Будем посматривать Идет ли он за нами Пока идет Дорога Дорога до Болотного лагеря Я думаю Займет Около 5 минут Реального времени Представляете В Скайриме Вот так вот Перемещаться Без использования Карты То есть там же Если место Уже открыто Можно по карте По глобальной Щелкнуть Запереместиться Там наверное Около часа Пришлось побежать Из одного конца В конец В другой Реального времени Если нигде не останавливаться Ни с кем не драться Не следовать Никакие там пещеры Вроде бы мы идем правильно То есть еще дождь Нам затрудняет Видимость Туман Опустился На эту бренную землю У меня Где-то здесь были ящерицы А им нужно Как можно Аккуратней Их пройти Дасти может И в драку полезть Тогда нам Обоим Крышка Точнее я тут Убегу скорее всего Вот ему крышкой Квен провиснет Где я еще Найду новых рекордов Для братства Так ящерицы Все пока слева Дасти Не дерись с ними Просто бежим Вроде пробежали И еще один момент Интересно Его нужно доставить Непосредственно К этому идолу Данглар вроде его звали Либо он около лагеря сам Нам скажет Что доберется С собственным ходом С Мелвином поговорит Сейчас посмотрим Еще вопрос Где-то вот Англара искать Где-то он был Рядом с лабораторией Кор Галлова Найдем ее Найдем и Этого товарища Что даст Да нет Он с нами Не хочет говорить Придется знать Что-то Доставлять Прямо непосредственно К тому мужику Не хотел бы я Оказаться на его месте Он здесь может Где-нибудь свалиться По этим вот Мосткам бегать И потом Ищи его с вещей Где он тут застрянет Запросто Такое может произойти Так где он уже Так вон он уже застрял Смотрите Люди всегда Вообще слушают Всякую Триппаку Он уже застрял Так Ну ладно Будем следить за ним Внимательно Это будет сложный квест За багов Перемещения персонажей Главное его не потерять Так Дэсти ты идешь Отлично И это лаборатория Коргалума Блин Теперь еще и дождь Сложняет нам Дополнительная видимость Больше не должен Так Здесь Здесь Извиняю За то что приходится Вот так вот часто Оборачиваться Озираться Но Больше этого не случится В противном случае Мы просто можем Его потерять Сами-то как он там Застрял в старом лагере Такое не повторилось Нужно за ним Глаз да глаз Вот мы нашли Этого идола Данглара Именно он дал нам задание Ох да И вот это был прыжок Дэсти залез Этот человек Ищет твоего расположения Господин мой Кого ты привел Ко мне Достоин ли он Вне сомнений Он нуждается В духовном наставнике Господин Очень хорошо С этого момента Он будет Одним из моих учеников Ты будешь Приходить ко мне Каждый день И слушать То что я скажу тебе Твоя душа Еще может быть спасена Господин Я хочу стать Одним из членов Братства И молю тебя О поддержке Ты заслужил ее Иди Коргалому И проси у него Робу-послушника Уже могут Робу нам Послушника выдать Интересно Она лучше Чем наша Раня Точнее Ее отсутствия Кроме штанов Рудокопа Но я не знаю Честно говоря Не хочу с вами Сближаться Ребята Расстояние Дальше чем Километр И ближе тоже Дасти Ты еще можешь Разговаривать? Нет Он уже потерял Дар речи Он уже стал Одним из них Все Его уже Не спасти Ладно Мир дома Твоему Дасти Идем Обратно Старый лагерь И через Мордорга Попробуем Добраться До Лагеря Нового Я еще подумаю О том Куда вступать Пишите в комменты Куда бы хотели Чтобы я вступил Я думал Это выяснили Еще очень давно Старый лагерь В новый лагерь Либо В лагерь Сектантов Куда бы вы хотели Чтобы товарищ Крестоносец Направил Свои стопы В принципе Давайте сделаем так Пишите в комментариях Чьих Голосов наберется Больше В тот лагерь Я вступлю Потому что я делаю Все таки Летсплей для зрителей Не только для себя И мне Интересно Узнать И ваше мнение Да Я думаю Это будет правильно То есть Если вы скажете Чтобы я вступил В болотный лагерь Я вступлю в болотный лагерь Если больше голосов Наберется за старый Тогда в старый Если за новый То в новый Решать Вам Говорили Что я кстати Обошел здесь Не весь Болотный лагерь Но мы сюда Еще вернемся Возможно Тем более Если Голосование Пройдет в сторону Именно Болотного лагеря Мы здесь Исследуем все досконально Я думал Что-то вот здесь Может еще пропустили Я не знаю Давайте побродим Походим Еще несколько минут Очень страшно С ним говорить Смысла нет Главное Не забыть Куда мы уже ходили Понимаете Какая штука Здесь Из-за этих вот Помостов Не поймешь Где мы были А где мы Не были Привет Я здесь Новенький Ясно Дальше Спрашивать смысла нет Разговаривать он не хочет А вы Что тут делаете Ну же Мне нужно Что-то толкут Здесь Какую-то Непонятную Жижу Горим Или Горим Поговори со мной Толкатель Ужик Давай поговорим Хватит там Толочь Я не хочу В это ввязываться Ой Он опять садится И опять Начинает Толочь А поговорить Я с ним хочу Потому что У него Уникальное имя Соответственно Он может Что-то нам Сказать Полезное Поймали Момент Привет Как дела Я валюсь С ног Парень Работаю Уже Два дня И Ни минуты Отдыха Карлок Давным-давно Должен был Заступить На смену С этим парнем Всегда Там Небось Дрыхнет Сейчас У себя Дома Так почему бы Тебе не наведаться К нему в гости И не пнуть его Под зад Я не могу Уйти Пока дежурит Идоларан Тут работа Прежде всего Может Ты сходишь Вместо меня Он живет Под лабораторией Коргалома У Фортуна Скажи ему Чтобы он Немедленно Тащил Свою Задницу Сюда Держи Это Приседай Окей Давайте Сходим Потому что Это Дополнительный Опыт Ну интересно Выполнять квесты Опять Начинается Сияние Магического Купола Красиво Смотрится Кто-то По всей видимости Пытался Пересечь Барьер Коснулся Его И активировал Этот Бедолага Уже В Иных Мирах У нас там Со временем Кстати 1607 Нам нужно шевелить Батонами Потому что Скоро стемнеет Через 4 часа Нам нужно быть Уже в старом лагере Я там переночую Скорее всего И мы с Мордоргом Пойдем В лагерь новый Похоже На До темноты Мне бы желательно Добраться Все Так Лаборатория Коргалома Сейчас будем Искать Сейчас будем Искать Может быть Так Нам не сюда Это явно Там уже Эта дорога Ведет к храму Я помню Но этот лагерь Придется изучать Изучать И еще раз Изучать Прежде чем Мы разберемся С ним на 100% С планировкой Всех этих Маршрутов Зданий И куда же Перемещаться Делать это Скажем так На автомате Особо не задумывайся Над тем Куда мы идем Больше этого не случится Когда-нибудь изменит Да-да-да Вот у него Лаборатория И вот Фортуна Здесь торгует Своим болотником Кстати Можем у него Сейчас суточную дозу Наверное взять Дай-ка мне Болотника Парень Я пришел За своей Дневной порцией Болотника Вот возьми Три северных темных Но не кури Их Все сразу Да не сомневайся Я их курить Вообще не буду Потому что Со спящим Общаться Как-то желания Особого нет Меня прислал Горем Что? Ладно Ладно Я просто хотел Напомнить тебе Что ты должен Сменить своего товарища Слушай Я же сказал тебе Проваливай Ясно Не хочет он с нами Общаться Похоже Харлок Не только ленив Но и упрям Возможно Мне нужно Помочь ему Не знаю Как мне ему Помочь Слушайте А если я с ним Подерусь Я бы сказал Чистая победа Отлично Кстати эти штаны Добавляю Действительно Броню От оружия Ты быстро Учишься А у него А у него Еще и нету Я сомневаюсь Добивать мы его не будем Сейчас зачухается Поговорим снова Ну мне кажется Что мы должны были Помочь ему Именно таким вот образом Набив ему морду Об этом Ты пожалеешь А может быть и нет С дороги парень Снова ищешь Неприятностей Но Теперь ты готов Сменить своего приятеля Чертова заноза В заднице Почему ты суешься Не в свое дело Просто хочу Увидеть тебя За работой Ладно-ладно Уже иду Щенок Еще бы раз Врезать Да больно У него хп-то нет Он видите идет А за ним Остается Кровавая субстанция Такое ощущение Что у него между ног Все это дело Выливается Квест нам нужно Теперь интересно Сдавать или нет Так До Харлока Наконец-то дошло Теперь он Разберется С Горитом Давайте пойдем за ним Дай мне Он нас приведет К Гориту Но это будет Довольно долго Слишком он Медленно идет Сам я не помню Где он точно Находится Он идет в эту сторону Мы значит сюда же Идем Квест по-моему Все-таки Нужно сдать Ну получили мы Немало опыта В принципе Я считаю Что это хорошо За подобное задание Он тут по нам Пару раз попал Аккаунт Вышагивает Давайте Поедим Мясца Восполним ХП Если ты думаешь Кровавый след Тянется До ним до сих пор Да Посмотрите Какая линия По этому следу Можно просто Как понятия рядной Идти Были времена Когда все было Куда он полез Ни хрена себе Барень Ты куда полез Я больше не слушаю Всего Интересно Ты должен Если ты Не хотел бы Я оказаться А вот как Здесь можно пройти То есть Называется Век живи Век учись Теперь мы знаем По крайней мере Маршрут Которому можно добраться Тебе раз Да Вон они тут сидят Я разговаривал с Горим Ты оказал Одному из наших братьев Большую услугу И поступил мудро Именно поэтому Ты был избран Для выполнения Особой миссии Коргалому Для его экспериментов Срочно понадобился Болотник Наши сборщики Трудятся день и ночь Не покладай рук Отправляйся к ним И доставь дневной сбор В лабораторию Голом Где я могу найти Этих сборщиков Я еще не позволял Тебе задавать вопросы Молись спящему Дабы простил он Твой святотатственный поступок Иступай Твоя миссия Твоя миссия очень важна Для всех нас Я сомневаюсь Что это Берегусь Лучше не восклик Это как Да пребудет С тобой спящий Это точно не моя проблема Ясно Короче Говорить он с нами не хочет Зато Успел дать нам задание Ну парень Там наверху Заблудился В трех соснах По-моему он не знает Как здесь ему слезть Так что смена Так и не подойдет К этому чану Может быть он потом И сядет Когда мы отойдем Что у нас за квест Сбор болотника Похоже Диала Харлока Произвело впечатление На гуру Идола Арана Теперь я удостоен Чести Забирать весь урожай Болотника У новичков И отдавать его Коргалому А где мне его Забирать Хрен его знает Я больше не слушаюсь Ну в общем Я пока не знаю Где именно его искать Если кто в курсе Пишите в комментах Чтобы мне здесь не плутать Между тремя соснами Выискивать Болотнику Новичков Где Его можно достать Для этого квеста У меня всего лишь Три штуки с собой есть Сейчас мы идем В общем В старый лагерь Веришь к тому? Переночуем И с Мордоргом Выдвигаемся в новый Будем вот так вот Курсировать Между лагерями Главное Запомнить Маршруты Движения Между ними Безопасные И будем Ходить Бродить Что у нас там С опытом? Мы почти что Достигли Четвертого ранга Это уже хорошо В принципе Выполнение квестов Дает значительно Больше Опыта Чем Уничтожение Местной живности Потому что За живность Дает там Пятьдесят Сто Опыта Двадцать В зависимости От твари Которую вы убили А за квесты Дают по триста Видите По пятьсот То есть Можно довольно таки Быстро прокачаться Головой Думать сложнее Чем махать мечом Пока я этих послушников Искать не буду Я потому что Честно говоря Не помню Где этот болотник Искать Я думаю что есть Люди Которые в готику Играли недавно И которые У которых Еще свежи Воспоминания Где же тут Этих послушников Найти Чтобы забрать У них Священный болотник Пишите в комментах И я Квест Выполню Но пока что В новый лагерь Сейчас мы пойдем Там квестов Тоже наберем Думаю немало Ночью Время Ну то есть Сутки у вас Есть точно Я все комменты Почитаю До того Как записывать Серию Завтра вечером И уже На основании Ваших Предпочтений Оглашу решение В течение трех серий Проходит голосование В течение трех серий Вы можете Принять решение До того момента Пока я Не вступил В один из лагерей Там я посчитаю Голоса Пишите под этим Именно видео Там я посчитаю Голоса И уже Приму решение На основании Ваших предпочтений То есть примерно В течение трех видео Я думаю Что ни в один из лагерей Я точно не вступлю Я не успею Просто выполнить квест И пока я у них Не вступил У вас еще есть время Проголосовать Что-то не так В этой истории Если ты думаешь Скорее всего Ты прав Да, начинает уже темнеть Может быть Через час уже Будет темно Поэтому давайте Ночуем Переночуем здесь И дальше Двинемся Уже с утра Мы с новыми силами Устает кровати Спим до утра Ничего не меняется Рожа мы выспались И идем К мордорогу 200 кусков руды У меня с собой Есть Если что То пригодятся Они Руда спасает От многих проблем В этой игре Старый лагерь Старый лагерь По планировке Гораздо проще Здесь Видите Он сделан Из такого Овала Круга В котором Перемещаясь Мы находим Ключевые Нужные нам места Болотный лагерь Гораздо сложнее По планировке Ну что Мордорог Пошли Мы пойдем В новый лагерь Хорошо Иди за мной Пошли Тоже через южные ворота Выход Сейчас я сам Его без карты Не найду Но этот парень Вроде бы Опытный охотник У него здоровенная булава Я думаю Что Мы доберемся Вместе с ним Ну и заодно Он повысит Мой опыт Посмотрим Крутокрысы Здесь не респаунились Нет по моему Мобы здесь Значит не респауниться Как в других РПГ Скажем Вот райзен я проходил Третий Там если вы убиваете Живность Она через какое то время Появляется Ну точнее не вся Появляется Скажем так Мелкие твари Крупные появляются Значительно через Больший промежуток Времени С одной стороны Правильно Потому что По пустым локациям Бегать уже будет Просто неинтересно А там вы за счет Них качаетесь С другой стороны Неправильно Потому что Это начинает Утомлять Уничтожать Там сотый раз Какую то Тварь Ну меня в принципе Это особо не напрягало Там я разбирался С ними довольно уверенно После Нескольких Скажем так Десятков часов Игры Ой Сколько Спадок С ними Разберемся Я думаю Без проблем В принципе Он сам разберется Ой Морду Почему я тебя так отковал Он всех завал Извиняюсь Что попал по тебе Дай-ка я соберу мясо И двинемся дальше Ну он как бы Потенциальный противник Я могу отковать его Случайно Ну он что-то там съел И свое хп восполнил Запоминаем дорогу Обратно ведь нам придется Возвращаться одним Запоминайте ребята Возможно и вам придется Здесь погулять Если вы решитесь Перепройти готику Или И сыграть вообще В нее первый раз Тогда он тем более Будет Гораздо сложнее С механикой игры По сравнению Современным РПГ Будет разбираться Очень непросто Еще один падальщик Ну я думал с ним сам разберется Даже меч не буду вынимать Хорош С одного удара Привет Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ лагере, и мы можем у них научиться извлекать части тела из монстров. Тем самым мы сможем зарабатывать гораздо больше денег в продаже этих ингредиентов. Гоблин. Скажите, что такое? Здесь еще один гоблин. У нас удары убиваются одного. Давайте-ка обыщем ржавый меч. Все это мы продадим. С гоблина ничего я не могу извлечь. Что-то тут у нас за мужик стоит. Это не Кавалорн ли, про которую нам говорили, у которого мы можем научиться науке подкрадываться. Да, это именно он. Привет. Чем ты занимаешься? Я охотник. Охочусь в основном на падальщиках. Где мне достать хороший лук? У меня. Я продаю лучшие луки во всем старом лагере. подкрадывание. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Подкрадывание. 10 очков обучения. Лук. В принципе, давайте изучим подкрадывание. Я хочу научиться передвигаться без шума. Хорошая идея. Пригодится на тот случай, если нужно забраться в дом так, чтобы хозяин ничего не заметил. При ходьбе присядь немного, и ты будешь лучше видеть пол, и сможешь точнее контролировать свои движения. Основной минус заключается в том, что в этой позе ты будешь привлекать к себе слишком много внимания. Следи за тем, чтобы никто не видел, как ты крадешься. Запомни это. И главное, никогда не попадайся. Ну и понятно. Но лук пока мы не будем изучать. Я его мечом размахивать, потом его куплю. Ну покажи. Покажи мне, что у тебя есть. Так. В принципе, я могу купить их. Лук для конника. Но пока что, думаю, что не стоит это делать. Я могу продать ему так и барахло, ржавый меч, топор, кирпу, и взять у него 15 единиц руды. Отлично. Но мы научились подкрадываться и теперь в старом лагере сможем поговорить с еще одним мастером. Что ты собираешься делать с оружием, парень? Мясные жуков не убить. Убери эту штуковину. Ничем, кроме кирки, по всей видимости. Так что ее нужно иметь, чтобы разобраться с этими тварями. не достаю. Такое ощущение, что мечом он вниз не умеет бить вообще. Ну ладно. Пойдем за нашим бурдоргом. Валорно мы еще вернемся. Чтобы изучить мастерство владельца. Да и чтобы этот лук купить. Но пока я за дистанционный бой не радею, лучше контактный. Хорошо. У нас терминатор перед нами идет, который всех выкашивает, а мы только собираем за ним плюшки, мясо, которые пожарим. И у нас будет много кусков же. 34 сырого мяса, чтобы восполнить растерянный хп. Хорошо такого спутника иметь в себе в друзьях, который за тебя расчищает дорогу, а ты только идешь и собираешь вкусняшки. О, волки. Но он один. А нет, он не один, слушайте. И его сейчас обсажим. Молодок. 90 опыта. Из волков мы ничего не можем извлечь, потому что не умеем снимать шкуры. Скоро мы это сможем делать. Но в одиночку с двумя волками вряд ли мы смогли бы разобраться, либо нас вот загрыли. Так, пару раз куснули бы, и на этом бы все закончилось. поэтому я один и не хожу по таким злачным местам. Дорога довольно трудна и заковыреста. я думаю, что путь назад мы должны найти сами. там еще такой гоблин. Даже два гоблина. Ну, сам с ним пока разбирайся, я его подберу, на расстоянии методов. И вот у нас новый уровень, ребята, мы прогулялись с Мордорга мы получаем четвертый уровень. Отлично. Будем изучать одноручный меч, ловкость и силу. Но это уже в старом лагере, все потом. Чего у них нет? Жаль. Чей-то сундук. Отмычка сломалась. И больше отмычек-то у нас нет. Ладно, запомним мы его, еще вернемся. Сразу выбрал не то направление, может быть, там даже был ключ. Возможно. Отмычек нужно будет купить побольше, выковать еще пару мечей, продать их и закупиться. Но скоро у нас руда закончится и, соответственно, не руда, а железо и обработанная сталь закончится и мы потеряем возможность бесконечного, скажем так, получения денег. Пока меня не впутали. Ну, вот мы и пришли. За этими воротами находится новый лагерь. Поговори с Ларсом, он поможет тебе. отдашь ему это кольцо. Понадобится серьезный довод, чтобы Ларс принял тебя. Эта дорогая безделушка будет для тебя пропуском. Подумав, я решил остаться здесь на некоторое время. Я уже заработал достаточно, а в старом лагере сейчас становится жарковато. Если понадоблюсь, ты сможешь найти меня в баре. Это дом на берегу озера. Береги себя! Увидимся! Ну вот, мы решили, кстати, проблему с Мордоргом. Нам не пришлось его убивать, тем более, он убил бы нас от 100% в том состоянии. Видели, как он разбирался с этими животинами? То есть, он бы нас с двух ударов бы уложил, а нам по нему пришлось бы ударить раз в 10. это точно не моя проблема. Вот, и поэтому мы его не убили, вроде хороший парень, и к тому же мы от него избавились, сможем Торусу сдать квест. Больше этого не случилось. Как жизнь? Неплохо, но у меня закончилась курева. У меня есть болотник, будешь? Конечно. Ты из лагеря сектантов или как? Поговорим о чем-нибудь еще. Веришь кому-то? Пока нет, пока еще, ребят, не решил бы уложить в право. Что здесь происходит? Ты здесь давно не был, да? Долгие годы маги готовились взорвать гору руды. Они говорят, что ждать осталось уже недолго. Похоже, на правду, если судить по размерам кучи, которую рудокопы уже успели собрать. Расскажи мне об этом лагере. Это такое общество ради общества, если ты понимаешь, о чем я говорю. Мы все здесь сами по себе, но нас так много, что Гамезу нелегко от нас избавиться. Правда, только об этом он и мечтает. Чем вы так досадили Гамезу? Мы воруем у него. Кто у вас главный? Глава шайки Ларс. Большинству из наших он по душе. Но он никогда не указывает нам, что делать. Свобода. Еще одно общество свободных людей, как в принципе сектанты. Даже скорее всего они самые свободные, потому что в старом лагере правит барона Гамез, в новом лагере здесь Ларс заправляет, но никому не указывает. В болотном Юберион, он постоянно в храме. Правда идолы, которые контролируют послушников, я так понимаю, особой свободу-то им не дают. Может быть ее чуть больше, чем в старом лагере, но недостаточно, чтобы считать себя полностью свободным. Что я должен сделать, чтобы присоединиться к лагерю? Ты можешь присоединиться к нашей шайке, но прежде мы должны убедиться, что ты против Гамеза. Что я должен сделать? Если бы я был на твоем месте, я бы стащил что-нибудь важное из старого лагеря или старой шахты и принес Ларсу. Где я могу найти Ларса? С левой стороны большой пещеры в дальнем конце. Ты не промахнешься. Как только тебя остановит, считай, ты нашел его. Спасибо за информацию. Ну что, ребята и девчата, вот мы с вами и в новом лагере. Давно я хотел сюда сходить, но одному было без Мордорга не добраться. Скорее всего, нас бы здесь сожрали бы те два волка, которых он уложил. Да и падальщиков было огромное количество. Ну что ж, предлагаю на этом серию закончить, будем разбираться и осваиваться в новом лагере в следующих эпизодах. Найдем Ларса, поговорим с ним. Здесь довольно много пещер, много домов, много квестов. Надеюсь, что прохождение вам нравится, а если да, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и оставляйте под видео свои комментарии, комментарии касательно прежде всего того, к какому мне лагерю, по вашему мнению, присоединяться. На этом все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч, пока!